Всем привет! В этом видео я хочу показать, как можно собрать кубик, не запоминая сложных алгоритмов и комбинаций. Кубик будет собран за 7 этапов. Сейчас я его разберу в произвольном порядке, потом постараюсь вместе с вами его собрать. Это видео не для спидкуберов, которые собирают кубик за меньше чем минуту, а для людей, которые будут собирать кубик в первый раз, таких как я, например, что я всего, наверное, его раз, пять, шесть, чуть больше собрал. После этого обучения будет небольшое видео о том, как непосредственно я его собрал. Можете его также посмотреть, собрать вместе со мной. В принципе, робот собирает кубик, последний, актуальный сейчас мировой рекорд, 0,9 секунд. Человек собирает за 4,9 секунд. Это состояние на 2015 год. Лукас Эттер собрал его за 4,9 секунд. Итак, с чего мы начнем сборку кубика? Мы будем собирать крест, белый крест с желтым центром в середине. Для этого нам необходимо найти белые кубики и поставить на соответствующие поля. Легче всего наверх белые кубики ставить с вот этого среднего. Удобен тем, что можно в одно движение его ставить наверх. Вот наш верх. Делаем одно движение и у нас уже есть два квадратика. Нужно еще теперь два квадрата сюда поставить. Итак, смотрим, откуда можно еще подобрать. Вот еще один белый. Поднимаем его наверх. Так, и опять по центру. Вот, мы поставили на одно движение вверх и теперь у нас готово. У нас есть центр желтый и четыре квадратика белых. Шаг второй, что мы будем с ним делать, это сборка белого креста. При этом он должен быть правильной формы. Сейчас вы увидите, какой именно. Итак, от белого креста должно отходить по два цвета одинаковых. Как, например, вот здесь. Поэтому мы просто переворачиваем вниз. Белый цвет у нас будет внизу собираться. Здесь тоже два одинаковых, белых сверху. Переворачиваем вниз. Смотрим здесь. Здесь у нас есть синий, здесь тоже синий. Вот, мы его нашли. Два переворота и опустили вниз. Здесь белый есть. Здесь у нас оранжевый. Ищем оранжевый. Вот он. Переворачиваем вниз. Готово. Смотрим вниз. У нас есть белый крестик и грани. Каждая двух цветов. Следующим шагом будет сборка центрального ряда. Сейчас мы видим, что у меня ни одна из сторон не собрано полностью. Чтобы центр был собран. У нас есть белый крест. Ну и желтый, опять же таки, все время держим вверху. Итак, для того, чтобы это сделать, нам нужно один алгоритм. Запомните. Итак, что мы будем делать? Мы будем искать из этих четырех квадратов ребра, где у нас нет желтого. Здесь желтый у нас есть. Здесь желтый тоже есть, не подходит. Здесь желтый есть, тоже не подходит. Убираем вот это ребро. Тут нет желтого ни сверху, ни снизу. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы зеленый сверху совпадал с вот этими зелеными. Поэтому мы перекручиваем и находим зеленый цвет. Итак, у нас есть зеленый сверху и зеленый снизу. Теперь применяем алгоритм. Какой будет алгоритм, сейчас увидите. Итак, смотрим, какой квадратик между ними. Он у меня красный. Теперь поворачиваем кубик и смотрим, есть ли красный по центру следующего поля. Он у меня оранжевый. Значит, выполняем алгоритм нет. Сейчас вы увидите оба алгоритма да или нет, которые мы будем использовать. Итак, в моем случае я применяю алгоритм нет. Он крутится вверх, в сторону, вниз. Переходим дальше. Ищем аналогичные квадратики без желтых. Тут желтый есть, тут желтый есть, желтый есть. Желтого нет только здесь. Синий, синий, красный. Смотрим сюда, тут тоже красный. Значит, алгоритм да. Поднимаем вверх, на себя, назад. Смотрим дальше, где опять нет желтого. На этих ребрах. Тут есть синий, здесь оранжевый. Тут должен быть тоже синий. Оранжевый, тут красный. А алгоритм нет. Так, смотрим дальше. Зеленый, зеленый. Оранжевый, оранжевый. Алгоритм да. И все. У нас полностью ряд собран. Теперь мы будем собирать нижний ряд. У нас уже есть центральный. Сейчас нужно будет собрать вот этот ряд. Больше у нас ничего не собрано, только центр. Что мы будем делать до этого? Находим уголки с белым полем. Вот он один такой, второй. И все. Два уголка. Убираем любой из них. Допустим, это будет вот этот уголок. У него есть зеленый и красный квадратик. Теперь внимательно смотрим. Нам нужно понять, какой алгоритм надо использовать. Их всего будет три. Мы должны понять, какой из них использовать. Итак, первый алгоритм. Это когда цвет совпадает где-то. Этот квадратик совпадает с вот этим полем. Значит, мы выбираем алгоритм слева. Потому что, скажем так, есть право, есть лево. Есть еще такой вариант, что никакой из двух полей не будет совпадать. Ну, возможно, мы дальше это увидим. Итак, убираем алгоритм слева. Потому что у меня вот этот квадратик совпал с центром. Крутим алгоритм слева. Все, готово. Смотрим опять, где у нас есть белое поле. Вот у нас есть белое поле. Тут есть синий и оранжевый. Должен быть, соответственно, либо здесь, либо здесь синий и оранжевый. Синий у нас есть, а оранжевого нет. Значит, перекручиваем, чтобы совпадало и был синий и оранжевый. Вот так. Теперь смотрим алгоритм. Совпадает ли? Тут не совпадает, тут не совпадает. Алгоритм нигде. Выполняем. Итак, вверх, в сторону, вниз. И по три раза. Готово. Так же делаем с остальными полями. Вот у нас есть синее поле. Должно быть красное. Вот стык красного и синего поля. У нас синий тут совпад, значит, выполняем алгоритм слева. Готово. Готово. Вот у нас одно поле только с белым. Тут у нас зеленое поле и оранжевое. Ищем их стык. Вот их стык. У нас нигде не совпало. Выполняем алгоритм нигде. Вверх, раз, два, три. Все. Три раза. Итак, смотрим, что у нас получилось. Что мы делаем дальше? Мы уже собрали два ряда и низ. Теперь нам нужно собрать верх. В этом случае нам нужно посмотреть на рисунок сверху. Он может быть двух вариантов. Или с вот таким вот углом. Г-образным. Либо же может быть один ряд. Желтый. В нашем случае это Г-образный вариант. Для этого мы используем алгоритм, который соответствует выбранному поле. В нем будет такой элемент, как поворот. Поворот. Это вот эта часть будет вертеться согласно стрелочке. Итак, что мы делаем по алгоритму? Поворачиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь опять в поле. Девять. Вот что у нас получилось. У нас получился крестик. Желтый крестик. Тут ничего не поменялось. Что мы делаем дальше? Дальше мы проверяем, какой из вариантов у нас вышел. Всего может быть семь комбинаций. Итак, на рисунке вы можете видеть сбоку такие палочки. Это как мы их назовем фарами. Вот. Подбираем, к какому из этих рисунков у нас наиболее похожий рисунок. Я думаю, вот так вот у нас будет, да. У меня соответствует вот такому рисунку, где тут два желтых и тут по бокам два желтых. Вот я держу. Где у меня желтая. Далее я делаю комбинацию, которая называется рыбка. Почему рыбка? Вы чуть-чуть дальше увидите. В моем случае левая рыбка будет. Так, я кручу рыбку. Так. И вот у меня уже получилась рыбка. Единственное, что мы сейчас посмотрим, какая из них. Так. Рыбка. Это нет. Это да. Итак, смотрите. У меня получилась левая рыбка. Вот он хвост. А вот она как бы плывет вниз. Да. Так вот. Плывет рыбка. Вот у нас желтый. Вот желтый. Вот желтый. Вот желтый. Вот я их держу. Оп. в том, что он будет налево, а не направо. Так. Вверх. В сторону. В сторону. В сторону. Вразу. Вниз. Готово. У меня получилось желтый верх. У нас так и осталось не тронуты два ряда. И вниз у нас белый. Следующим этапом будет нам необходимо посмотреть, есть ли тут два одинаковых поля. Тут у нас все разное. Оранжевый, красный, зеленый, синий. То есть у нас ни одного поля нет. Ну и в таком случае мы можем в любом положении зафиксировать кубик и вертеть комбинации, которые мы уже делали при варианте галочка и линия. Итак. Начинаем крутить комбинации. Так. Поворот. Готово. Так. Что мы получили в итоге? У нас есть желтая сторона, белая сторона, есть нижний ряд, первый, второй, нижний, центральный, и есть одна сторона зеленая. Теперь мы приступаем к последней стадии. Выбираем зеленую сторону, ставим ее от себя и смотрим куда будет смотреть этот квадратик. Он у меня оранжевый, смотрит он налево. Сейчас будет алгоритм, который нужно крутить. Итак. У меня оказался алгоритм влево, потому что мой квадратик должен быть слева. его цвет. Поэтому я кручу сначала левую рыбку, потом правую. Главное между рыбками сделать перехват. Сейчас мы это увидим. Итак. Левая рыбка вверх, в сторону, вверх. В любую сторону два раза. и вниз. Вот и все. Теперь смотрим. Видите? У меня получилась рыбка, но она перевернутая. Неправильно. То есть рыбка должна быть вот так. Правая. И теперь крутим ее. Вверх, в сторону, вниз, в сторону, вверх. Два раза. И вниз. Вот и все. Наш кубик собран. Все стороны собраны. Пробуйте. Если вы все сделаете правильно, у вас обязательно получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова